друзья всем привет недавно начал снимать для вас новое видео и столкнулся с проблемой нехватки инструмента точнее сам инструмент у меня есть это мой полировальный станок вы его очень часто уже видели в моих видео он находился в моей большой мастерской и переехал сюда в связи с ремонтом в этой же у меня не так много места поэтому сегодня мы для него изготовим специальный кронштейн и найдем ему свое место также установим на него вот такую вот корс щеточку это латунь и приобретала ее в магазине ювелирных инструментов поехали для начала придется избавиться от крепления на стену больше она нам не понадобится так как этот станок теперь будет закреплен совсем по-другому это крепление делал лет пять назад когда только осваивал слесарное мастерство снял старые железки и теперь можно поработать со станком для тех кому интересно это диолт на 250 ватт отдавал я за него совсем немного и своих денег он точно стоит это проверено сейчас нужно будет снять эту защиту она нам больше не нужно но выкидывать я ее не буду вообще не имею такой привычки выбрасывать эти вещи ее можно будет потом куда-нибудь приспособить далее придется переставить этот муслиновый круг на другую сторону но вместо него будут располагаться сменные насадки в том числе и та самая кворщетка для быстрой смены насадок изготовим конус для этого снимем размеры свала станка и за токарной на этом изделии будем фрезеровать грани под гаечный ключ поэтому подготавливаем поверхность заготовки с учетом всех особенностей далее просверлим заготовку под резьбу м12 а затем растучим для посадки на вал немного олеиновой кислоты и можно нарезать резьбу проверяем заготовку и если все хорошо то продолжаем проточил со второй стороны в нужный диаметр и теперь при помощи малой продольной сделаем конус пришлось перебрать гитару станка и установить шаг два с половиной миллиметра будем пробовать нарезать подобную работу я выполняю впервые но думаю все будет хорошо главное не спешить немного смазочки и поехали дубль номер два осталась одна целая сторона на пластине и права на ошибку просто нет друзья сломал я такие последнюю сторону но прежде вот такого результата удалось добиться думаю для первого раза очень даже неплохо а самое главное со своей задачей переходник справляется далее нарежем шестигранник зажмем деталь в оправке и поехали в итоге вот такая красота получилась установим эту деталь на вал для проверки работает этот переходник очень просто включаем двигатель и подносим нужную насадку отлично можно продолжать место новому станочку нашел вторым ярусом над большим заточным фирмы джет так будет более компактно и удобно методом несложных вычислений получил размеры заготовок и приступаю к нарезке на ленточной пиле саму конструкцию уже решил не усложнять чем проще тем лучше зажимаем заготовки в самодельной струбцине и обвариваем наружные швы зачищаем для эстетики и по той же схеме изготавливаем вторую сторону кронштейна вот так будет выглядеть эта конструкция сборе еще нужно будет объединить сеть питания станков и перенести крепление лампы подсветки крепить будем между станками чтобы при работе можно было направить ее как на верхний станок так и на нижний это место найдено заодно связал две половинки подставки профильной трубе пришлось сделать два отверстия одно 10 миллиметров для резьбы крепления а второе 25 миллиметров для затяжки гайки головкой из набора остается сделать отверстие для крепления станков и покрасить подставку перед покраской обязательно обезжириваем и грунтуем ну и финальный штрих это заглушки для труб как говорится красота кроется в мелочах не выдержала душа поэта и маленький станок также был покрашен пусть я немного не угадал светом но все же это лучше чем синий да и морковку заворонил так по моему мнению красивее теперь можно заняться электрикой и сборкой всего бутерброда в итоге вот такая красота у нас получилось с обратной стороны все это выглядит таким образом лампу подключил напрямую но вилку я установил с выключателем он рассчитан на ток до 16 ампер и его хватит за глаза остается только лишь установить все это на свое место на этом же у меня все если понравилось это видео не забываем ставить лайк написать комментарий и подписаться на этот канал дальше будет еще интереснее но с вами был как всегда я михаил и это канал добрый мастер пока пока